Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Мы на грани ожидания выхода нашего совместного восьмилетнего труда. Восьмилетнего? Ну, если быть точным, с семи, по-моему. С семи с копеечками. Ну, я бы сказал, восьмилетний, я потом объясню, почему. Потому что ведь был еще мой сценарий вначале, который потихоньку-потихоньку переписала Полусухина-Тарабанова, потом потихоньку-потихоньку вы его полностью переделали. Правильно? В самой отправной точке, наверное, да. Поэтому помню нашу первую встречу, когда мы с вами встретились. Вы были тогда уже тогда известным режиссером-подстановщиком. Ну, я знаю, насколько известным. В узких кругах. В узких кругах режиссерских. Это был мой любимый. И сейчас остается, пока еще не вышел Петр Феврония, остается мой любимый мультфильм «Князь Владимир». Я думаю, он мультфильм поучительный. Его... У него очень много сторонников. Я знаю людей, которые его смотрят. Смотрели 10 раз с детьми. Вообще дети любят, когда мультфильм один, два, три раза смотреть. Ну, и, наверное, по этому вопросу к вам. Вот, насколько князь Владимир вам больше нравится, чем сказ о Петре Феврония? Другой он или такой же? Ну, это как у мамы. Самый любимый ребенок последний. Или первый? Первый я уже не помню. Первый уже ушел в свободное плавание. Уже вырос давным-давно. Но здесь, наверное, чем отличается, что вы на «Князь Владимира» пришли все-таки не с самого начала. А здесь вы как-то в проекте с момента его... Ну, здесь, да, можно сказать, с момента зачатия. Если проводить параллель с детьми, то с самого начала, да. Я знаю, что в начале сценарий был у нас Петр и Феврония появлялись только на 14-й минуте фильма. И мне кажется, что нам все-таки помог фонд кино три года назад, что он завернул сценарий. Все в нашей жизни помогает. Я так уже давно догадываюсь, что ничего случайного в жизни не бывает. Потому что, если вы помните, с самого начала мы планировали делать некоммерческие фильмы. Потому что, ну вот, если вы помните, да... Ну, это, может быть, вы планировали делать некоммерческие фильмы. Я-то все равно пытался, чтобы его посмотрела вся страна. А это другое дело, что посмотрела... Тогда он и будет некоммерческий, я уверен. Дело в том, что здесь такая тонкая грань. Потому что, когда, к сожалению, многие продюсеры сейчас и многие студии направлены абсолютно на коммерческие проекты, потому что, с одной стороны, они зависят от фонда кино, который дает деньги только коммерческим проектам, когда они понимают, что деньги могут им вернуться. И срок они ставят, знаете, они ставят срок очень малый. Максимальный срок два года. Если мы делали мультфильм семь лет, то, наверное, слава богу, что нам на первые наши требования фонд кино отказал. Мы бы, наверное, не смогли бы сделать фильм. Я говорю, что ничего случайного в жизни не бывает у нас. Но здесь тоже такой момент, если уж мы затронули эту тему, что когда идет линия на такую жесткую коммерциализацию фильмов, с одной стороны, я понимаю прекрасно, что они правы, потому что если они дают государственные деньги, они хотят их вернуть. А как их вернуть можно? Если фильм некоммерческий, ты эти деньги не вернешь. То есть понятно, что фильм должен быть коммерческий. Но когда очень жестко идет корабль, именно вот в эту сторону плывет, тогда мы упускаем очень такие важные моменты, если мы говорим про детей, про детские фильмы, упускаем моменты, которые могут сподвигнуть детишек на какой-то более широкий взгляд, более глубокий взгляд на жизнь. Касательно истории, касательно всех событий, потому что коммерческий фильм, как правило, почему-то воспринимается очень поверхностно. То есть это некое шоу. Такой набор, монтажный набор шоу-кусков. Здесь маленькое шоу тебе показали, здесь показали шоу, здесь показали. Хорошо, это когда делают те же самые замечательные американцы на своих студиях, но у них, извините, бюджет, он равен примерно всей той сумме, которая выделяется государством на все кино у нас. А там у них бюджет только одного фильма. Они могут с компьютерными эффектами делать со всеми. То есть там огромные машины работают на каждый проект. Да, человек приходит, он получает шоу, потом выходит, он даже, может быть, и не помнит, про что кино. Он просто получил некий такой заряд вот таких, такого фейерверка разного. Положительные эмоции, естественно, хэппи-энд. Колливуд все продумал замечательно. У нас нет таких, к сожалению, средств на наше кино. Значит, нам нужно хотя бы немножко по-другому относиться ко всему этому. А относиться, чем мы можем взять? Может быть, только попытаться какой-то своей глубиной взять? Ну вот, скажу честно, я на своем пути впервые встретил человека, который может, я знаю, что сценарий был, у него была первая версия, вторая версия, третья, потом появилась 20-я версия, и она еще стала 21-й версией. То есть, это вот, я знаете, я вот, вроде бы тема-то простая, ну, детская, там, зайчики, собачки, там, бегают, там, все понятно. И вот, скажу честно, я не все версии сценария прочитал. А их не нужно читать, потому что, на самом деле, это было всего три версии сценария, ну, таких радикально измененных. Потому что, когда ты что-то меняешь, какой-то кусок внутри сценария, ты просто пишешь, что ставишь другой номер, чтобы не перепутать сценарий, да, потому что у тебя все, они лежат в компьютере, вот, и какой-то кусочек поменялся, или какой-то кусочек вылетел, ты просто ставишь другую цифру. Это не значит, что там что-то принципиально в сценарии поменялось. Просто какие-то мелочи меняются, и, опять же, я говорю, чтобы не перепутать, цифра другая появляется. Вот и все. А на самом деле их было все, по-моему, три таких, ну, где действительно что-то менялось серьезное. Ну, ведь так же происходило и с образом Феврония, потому что их тоже было, ну, принципиально, наверное, 10 как минимум. И я уже одобрил второй, я скажу честно, я второй образ одобрил, и подписал его в работу. Но вы на свой страх-риск, скажу честно, у вас был третий образ, четвертый, пятый. Когда я увидел окончательный образ, правда, это было через три года, но когда я увидел окончательный образ той Февронии, которая сегодня в мультфильме, знаете, я вам сказал спасибо, что вы вот те образы, то есть не послушались моего приказа, ну, или просьбы, пожелания, и искали, 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 ну, мне кажется, что нашли. Вот нашли, мне кажется, стопроцентное попадание вот в тот, знаете, в тот внутренний образ. Скорее всего, та Феврония, она была не похожа, но вот внутреннее ее содержание, мне кажется, оно было передано вот именно. Ну, вот здесь, да, здесь есть очень такая необъяснимая сложность, заключающаяся, наверное, в том, что отрицательный персонаж легче сделать. Ты нарисовал чуть-чуть так, он более готовый. Сколько вы искали темного? Наверное, полгода? Ну, он достаточно быстро родился. Необъяснимая сложность всегда с положительным персонажем, особенно с женским, потому что, ну, мужик положительный, что там, так, так, все там, нарисовал, слепил, вот, а вот с женским образом очень страшно то скатывается куда-то в какую-то излишнюю такую... Смазливость. Смазливость, такую некую, такую ненужную эротику, с чувственностью какой-то, то в какую-то сухость такую, которая не совсем приятна. И вот эта вот тонкая грань, чтобы, по которой можно пройти, она вот должна быть ощутима, в первую очередь, теми художниками, которые рисуют.